Книга «Открытым оком». Тема «Рождение». Вопрос 2324, том 10. «Как вы можете трактовать эпоху Возрождения? И чего Возрождение?» — отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Судя по тому, что доступность тех прошедших времен, можно сказать о культе человеческого красивого тела, о гордыне вольнодумства, о потере страха Божия. Это момент выпуска из преисподней клуба «Дыма». Книга «Откровений» 9.3. «И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. Возрождение языческой необузданности и похотливой изнеженности, пустое и вредное. Что доброе и дошло до наших дней, то так мизерно и не было похваляемо тогда. Если бы Возродили Первоапостольское, во главу угла поставлено было служение Богу и Иегове и ближним». Стихотворение. «Да, я был прав, когда себе сказал, сознательно и доказав поверил, что был неправ, живя один средь скал, где только горные козлы довоют звери. Пришлось мне размонашить свой уют, пойти на проповедь с заботою о ближних. Язычники церковные со всех сторон плюют. В своем кругу меня считают лишним. На сотни раз неправ, что обольщался, что верил в покаяние священства, что достучусь к церковному начальству. Найдется среди них хотя один, кто честный. Кто крикнет, осознавши заблуждение. Без Библии вся паства темный лют. Святая проповедь важней богослужений. Они же фыркают и смачно так плюют. На мне нет места чистого. Их слюни — благословение с брением, что прав мой Иегова. Свой путь пройти дает он тем, кто его любит. Хитон Христа прикроет от осуждения голых. Неправ был я, сгорая в ожидании великих перемен, в народе пробуждения, восшествия Евангелия на престол сознания, что на издание Библии пожертвуют все деньги. Осознаю неправоту сверхчерствых, дебилых пастырей, чьи руки целовал. Они закрыли уши, дань собирают с мертвых, своим лжетолкованием губя Христа слова. Да, я неправ, когда не мог так долго согласиться, что враг давно и в алтаре, рыкая тешит бесов. А я все ждал, Россия возродится, не блудницую раскрашенную, а чистую невестой. Неправ, не суждено надеждам дать росток. Без Библии пустыни черный храм дымится. Отвержен, кто людьми, обнимет тех Христос. Такая участь всех, кто свыше возродится. 5 октября 2004 года. Игнатий Лапкин. 5 октября 2006 года. Игнатий Лапкин. 8 октября 2007 года. Игнатия Лапкин. 10 октября 2004 года. Игнатий Лапкой 2004. Игнатия Лапкин.